Донецкая Народная Республика Работает 4 контрольно-пропускных пункта. Пересечение линии соприкосновения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через КПП Еленовка-Новотроицкая к юго-западу от Донецка, Майорск-Майорская под Горуавкой, Октябрь-Гнутово на юге Донецкой Народной Республики и Александровка-Маренко к западу от Донецка. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ расширит зоны своего контроля на весь Донбасс и будет контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Он также отметил необходимость реалистичного подхода к возможностям миссии. В ОБСЕ 57 стран-членов решения принимаются консенсусом. Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Украины и председатель ОБСЕ посетят Донбасс. Промышленный комплекс Донецкой Народной Республики серьезно пострадал в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Под огнем Вооруженных сил Украины неоднократно оказывались Енакиевские и Донецкие металлургические заводы, Ясиновский коксохимический завод, Донецк Гормаш. И это далеко не полный перечень пострадавших предприятий. По этой причине они вынуждены были остановить свою работу. Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики в 2017 году планирует запустить в республику около 20 промышленных предприятий. Кандидат в президенты Франции Марин Лепен не планировала ехать в Украину. Пресс-секретарь лидера Национального фронта в четверг 5 января дал такой комментарий на сообщение о предполагаемом запрете на въезд в страну. Он отметил, что данный вопрос будет рассматриваться по дипломатическим каналам, когда Лепен станет президентом страны. Во вторник 3 января Служба безопасности Украины направила запрос в Министерство иностранных дел по поводу запрета на въезд в Украину кандидата в президенты Франции Марин Лепен из-за высказываний по поводу Крыма. Она заявила, что присоединение Крыма к Российской Федерации не считает незаконным. Если тратить время на планирование отдыха, то это навредит ему, так считают американские ученые после ряда исследований. Специалисты пришли к выводу, что долгое планирование отдыха приводит к плохому удовлетворению им в конечном счете. Ученые отметили, что в ходе планирования само обдумывание становится работой и забирает много сил и энергии. А вот внезапность планов и быстрые решения наоборот способствуют незабываемым впечатлениям.